Сейчас, когда столько копий было сломлено, а Северный поток-2 дадут его достроить американцы или нет, повлияет ли он на прокачку газа по украинскому маршруту или нет, и какое дело до всего этого Варшаве и Лондону, произошла некая расфокусировка внимания. Люди, попавшие в эту информационную воронку, как в око-тайфуна, ничего за ней не видят, образно говоря, за забором не видят леса. Хотелось бы им помочь навести фокус. Эта статья посвящена именно этому. СП-2. Дело сделано начать хотелось бы с Северного потока-2. Многие даже тут не видят очевидного. Трубоукладочная боржа Фортуна свое дело сделала до 16 июня, до саммита на высшем уровне США РФ, она свою нитку в СП-2 уложила. Это ожидаемо должно было добавить Владимиру Владимировичу козырей на планируемом мероприятии. Но речь там, сами понимаете, должна была идти совсем не про СП-2, и даже не про Украину, а про двусторонние российско-американские отношения, и удастся ли Америке перетащить РФ на свою сторону в ее противостоянии с Китаем. Это являлось главной темой переговоров. Все остальное, даже сдерживание российского преимущества в военной сфере, в частности, в гиперзвуковых системах доставки, было для Байдена вторично. Ну, не буду отвлекаться, про саммит поговорим отдельно. Возвращаюсь к СП-2. Фортуна свое дело сделала, трубу ветки Б на Балтийское дно уложила. Но на этом работа не заканчивается, надо еще сварить стык. А это я вам скажу, совсем даже непростая операция. И хотя труба лежит на мелководье, до 30 метров, варить ее под водой никто не собирается. Это очень ответственный шов. Для того, чтобы его сварить, оба конца трубы поднимают на поверхность, укладывают на специальный понтон, просушивают и аккуратно сваривают, проверяя на герметичность, а потом также аккуратно укладывают на дно морское. На все про все потребуется неделя-две при хорошей погоде. При усилении скорости ветра трубу придется сбросить. На ее подъем и укладку на понтон Фортуне требуется почти сутки. Но тем не менее, главное уже сделано. Проверка на герметичность всей трубы, закачка туда сначала азота, а потом и технического газа. Лицензирование и сертификация данного технического объекта повышенной опасности займет еще около месяца. И есть очень неслабая надежда, что к 26 сентября, ко дню очередных парламентских выборов в Германии, фрау Меркель сможет сказать, СП-2 нитка В готова к эксплуатации и газ по ней пошел. Что очень сильно повлияет на результаты выборов, можете даже не сомневаться. Для тех, кто забыл, я напомню, что ветка АСП-1 была торжественно запущена 8 ноября 2011 года с большой помпой при большом стечении первых лиц четырех государств ФРГ, РФ, Франции и Нидерландов, а ветка В была запущена лишь 11 месяцев спустя, 8 октября 2012 года. И ничего, мир не рухнул. Да и на проектную мощность этой нитки 27,5 миллиарда кубов газа год тоже удалось выйти лишь спустя пару лет. В таких вопросах никто никуда не торопится. Газовики это знают, а у политиков другая шкала измерения. Журналисты ориентированы на политиков. Именно они раздувают информационный пожар, поднимая градус дискуссий, поднимая или опуская чьи-то ставки. Политика – дело тонкое. Мало кто знает, что у Камтус-академик Черский были проблемы с укладкой нитки А. Чисто технические. Ему даже пришлось возвращаться, поднимать уже уложенную на участке нескольких километров трубу, резать ее на металл и укладывать заново, потому что были обнаружены несоответствия требованиям герметичности соединений. При проектной максимальной скорости укладки 3,15 километров в сутки, при скорости ветра не более 4 метров в секунду, академик Черский давал от силы 400 метров в сутки. Туб Фортуна, имея этот показатель значительно ниже, ее максимальная проектная скорость укладки не более полутора километров в сутки, при ветре не более 3 метров в секунду, проходила за сутки от 700 до 1000, а на последних участках давала даже 1200 метров, что наводит на некие вопросы. Стоимость Черского, с установкой на нем системы динамического позиционирования, чего нет на Фортуне, серьезно перевалила за 1 миллиард долларов. И скажите мне тогда, зачем нам такие академики? Кстати, выход Фортуны навстречу Черскому с немецкого конца трубы А, Черский сейчас работает на датском ее участке. Технически нецелесообразен ввиду того, что немецкая труба сейчас лежит на мелководье, и тащить ее на глубину 2 километра, чтобы там производить последний стык никто не будет. Поэтому нитку, а мы уложим и сварим тогда, когда уложим и сварим. Хорошо, если до конца 2021 года, как и обещал вице-премьер Новак, Путин, правда, говорил о двух месяцах, до конца лета. Посмотрим. Черскому еще надо пройти порядка 70 километров. Даже при скорости укладки 700 метров в сутки, эта задача на 100 дней. Есть золотой шов. Но есть и проблемы, пока писался данный материал, произошли некоторые события, о которых не могу не сообщить вам. Есть хорошие новости и есть плохие. Начну с хороших. 10 июня произошло знаменательное событие. На ветке в Северного потока-2 был заварен последний золотой шов, и технический газ де-факто пошел в Германию. То есть к моменту встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом, оба они знали, что СП-2 начал функционировать, что не могло не добавить козырей российской стороне, а их американские коллеги могли лишь сквозь зубы поздравить их с этим прискорбным для себя событием. Причем обращает внимание скорость, с какой все это произошло. Я выше на это ответственное мероприятие отводил от недели до двух технологических работ, фортуна же справилась за шесть дней. Времени еще осталось даже на то, чтобы ко встрече лидеров двух стран еще и пустить по трубе в рамках ее технологических испытаний технический газ. Думаю, команды и бригады сварщиков трубоукладочной боржи фортуна будут представлены государственным наградам. Они для укрепления России на международной арене сделали не меньше, а может даже и больше, чем строители Крымского моста. То, что это так, вы поймете из второй плохой новости. В ночь на 15 июня ТУП «Фортуна» сменила на ветки АСП «Двактус» академик Черский, которому на момент замены оставалось протянуть 68 километров трубы в датских и немецких водах суммарно. То есть предполагаемые мною технические проблемы Черского оказались реальностью. Он не мог поддерживать штатную скорость укладки трубы в 3,15 километров в сутки, выдавая от 400 до 700 метров максимум, почему и был заменен на «Фортуну», которая выдает от 1000 до 1200 метров в сутки. Путин спешит в ветку, а кровь с носа надо уложить до 26 сентября, до дня парламентских выборов в Германии. Пока у руля фрау Меркель СП-2 ничего не угрожает. Если к власти ФРГ придут зеленые, у СП-2 могут начаться проблемы. Хотелось бы, чтобы эти проблемы не касались уже самой трубы, пусть они воюют за третий энергопакет. Подпадет. Подпадет ли СП-2 под его действия или нет? То, что эти ребята не дружат с головой, пытаясь в холодные европейские зимы остаться без газа, выдает приятный для нас факт, что их друзья из Европарламента обратились в Еврокомиссию с предложением, а Европарламент всего лишь совещательный орган. Его решения носят для Еврокомиссии лишь рекомендательный характер в целях наказания Белоруссии за акт международного терроризма. Речь идет о бандитской посадке самолета в Минском аэропорту, перекрыть белорусам газ, который они, а точнее Газпром, качают в Европу по магистральному газопроводу Ямал-ЕС, что моментально подняло еще выше цены на газ. 10 июня на голландской газовой бирже ТТФ был обновлен исторический максимум стоимости тысячи кубов газа, побив рекорд октября 2018 года. Он уступил в этом лишь показателем далекого и приятного для Газпрома 2011-12 годов. Миллер, глядя на это, лишь потирает руки и подсчитывает барыши, а верный ему Газпром почему-то совсем не спешит увеличивать нормы прокачки газа по имеющимся у него газопроводам, отстраненно наблюдая, как европейцы рискуют встретить зиму 2022 года с полупустыми газохранилищами и очень высокими ценами на газ. Я думаю, если зима будет холодная, то даже зеленые в Германии, если они, не дай бог, придут к власти, что совсем даже не факт, будут и руками и ногами голосовать за выведение действующего уже на тот момент СП-2 из-под норм третьего энергопакета. А то, что СП-2 будет действовать, причем обе его нитки. Это уже медицинский научно доказанный факт. Поделите оставшиеся 68 километров трубы на скорость прокладки фортуны в 1000 метрах в сутки и сами посчитайте, сколько дней ей для этого потребуется, а потом сосчитайте, сколько осталось до 26 сентября и сделайте сами свои выводы. На этом вынужденно ставлю точку. Остальные газовые проблемы обсудим уже в следующем тексте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...